Земля притягивает яблоко точно с той же силой, с которой яблоко притягивает землю. Вот к такого рода элементарным разъяснениям мне приходится прибегать, чтобы объяснить некоторые вопросы, которые возникли ко мне у Юлиана Зарудного и Юрия Суслова в процессе нашей беседы. Видео, которое было выложено в Ютубе, ссылку смотрите под этим видео. Поэтому, когда яблоко падает с ветки, не только яблоко летит на Землю, но и Земля летит навстречу яблоку. Честно сказать, эти вопросы, недопонимание этих вопросов, меня даже очень удивило. Обратите внимание, вот там зеленая, это координаты Земли, Земля вообще чуть-чуть двигается. Вот так-то. Так вот, друзья мои, не только Земля крутится вокруг Солнца, а по этой причине и Солнце крутится вокруг Земли. Это происходит примерно так. Примерно так же взаимно вращается и Луна с Землей. А это значит, отвечая на вопрос Юрия Суслова о том, что произойдет, если вдруг прервется гравитационная связь между Луной и Землей, то Луна и Земля разлетятся во взаимно противоположные стороны, как при выстреле. И именно с теми скоростями, которые они имели в момент разрыва связи. То есть, в случае с Землей и Луной, Луна выступала бы в роли снаряда, а Земля в роли откатывающей оси орудия. Отвечая же еще и на дополнительный вопрос Юриана, следует подчеркнуть, что если бы на Луне сработал еще и реактивный двигатель, то эту схему следовало бы дополнить еще и рассмотрением движения самой струи. Частицы, которые, конечно же, в совокупности сохранили бы те же самые скорости, которые они приобрели в момент срабатывания двигателя. И это, несмотря на то, как утверждает Юрий Суслов, они бы еще и разлетелись, так сказать, в поперечном направлении. В том случае, когда массы звезд одинаковые, мы получаем идеальную двойную звезду, когда обе компоненты летают по эллипсу. Вот так. А в фокусе эллипса теперь вообще ничего нет. Там есть одна магическая точка, которая называется центром масс. Далее. Естественно, если теперь массы двойной звезды станут разными, как в случае с Землей и Луной, то в этом случае у нас тяжелая компонента будет летать гораздо медленнее, чем легкая. А это значит, что... Звезды должны двигаться так, чтобы прямая соединяющая их проходила через центр масс, поэтому звезды никогда не столкнутся. Но не это самое главное для нас в данном случае. Все это мне понадобилось напомнить для того, чтобы объяснить Юлиану тот принцип, который лежит в основе того самого водородного гравилета, о котором я веду речь. Так вот, представим, что на Землю и Луну, движущиеся по своим орбитам, действует солнечное притяжение, которое в данном случае предположен, Землю замедляет, а Луну ускоряет. Естественно, что это происходит в течение только четверти периода. И, соответственно, в течение этой четверти периода Луна как бы начнет удаляться от Земли. И вот представим себе такую фантастическую ситуацию, а почему бы и нет, когда солнечное притяжение включается только в те самые четверти периодов взаимного движения Луны и Земли, о которых мы ведем речь. Так вот, в этом случае мы получим обычный реактивный разлет в бесконечность, в данном случае, вверх и вниз, Земли и Луны. То есть в данном случае Луна ощущала бы как бы воздействие антигравитационной силы, которая вносила бы ее вверх в бесконечность, естественно, в процессе именно орбитального движения вокруг Земли. И вот именно примерно такой фантастический вариант и позволяет реализовать схема безрасходных переходов, предложенные московскими профессорами, билетскими гиверцами, еще в 60-х годах прошлого столетия. Речь идет о схеме пульсирующих космических гантелей. И эту схему я положил в основу водородного гравилета именно осознанно, а не, так сказать, методом тыка, как об этом утверждает Юрий Суслов. Все это, кстати, свидетельствует и о том, что отнюдь не случайно в природе мы наблюдаем такие явления, как движение вокруг более массивных объектов, менее массивных спутников. Да, конечно же, может быть, и нельзя сравнивать движение Луны вокруг Земли с движением атомов относительно Земли. Хотя бы и потому, что атомы, в данном случае атомы газов, не имеют космических скоростей. Но вот движению Луны со своими спутниками относительно Земли уже можно уподобить движению молекул газов относительно Земли. Примерно в таком же варианте, как мы рассматривали взаимодействие Земли и Луны с Солнцем. Одним словом, рассматривая проблему безрасходного проникновения в космическое пространство, отнюдь не надо углубляться в изучение строения атомов и более мелких, так сказать, фракций. Я уверен, что для этого вполне достаточно просто вот разобраться с этими элементарными вещами, в которых, к моему удивлению, не до конца разобрался тот же Юрий Суслов. Зачем нам фантазировать там, где можно обойтись без этих фантазий? Не только можно и нужно для более, так сказать, скорейшего продвижения все тех же прорывных технологий. В данном случае, еще раз говорю, речь идет о продвижении прорывных технологий в области безрасходного проникновения в космическое пространство. Что же касается использования энергии, так сказать, космического пространства и прочих энергетических проектов, то, пожалуйста, увлекайтесь, занимайтесь, фантазируйте на тему того, из чего состоят более мелкие фракции, как они взаимодействуют и так далее. Но не надо же этими сложными размышлениями осложнять проблему гравилетов. Тех гравилетов, которые используют обычный реактивный отброс масс в бесконечность, ну, в данном случае, предположим, электронов, но не прямолинейный отброс масс, а отброс масс в процессе межорбитальных переходов по спиралеобразным раскручивающимся орбитам. Субтитры создавал DimaTorzok